Здравствуйте, уважаемые друзья! Друзья, прошла последняя неделя октября, не успеем оглянуться, уже зима. Говорят, время в сознании измеряется событием, и мы подготовили обзор того, что происходило в Украине и в мире на этой неделе. В эфире программа «Мир православия». В сегодняшнем выпуске вы узнаете о следующем. Юбилей столичного прихода, десятилетия храма в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери. Иверская икона Богородицы, история образа. Фестиваль «Благая вратарница», праздник в честь Пресвятой Богородицы. Вспомнить предков в молитве, родительские поминальные субботы. В день рождения святой на молитву в Гефсиманию, паломники из Украины и Белоруссии и Иерусалиме. На днях отмечали десятилетие уникального столичного прихода в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери. Там помогают спасать не только души, но и тела. Храм расположен недалеко от железнодорожного вокзала, на территории Киевской муниципальной академии эстрадного и церкового искусства. На месте, где когда-то была Сретенская церковь, современный храм маленький и уютный. Здесь особенно почитает Иерусалимский образ Божьей Матери. Заходишь и сразу чувствуешь этот дом, где тебе рады. Твоя, о Твои, Тебе приносящая, о всех и за вся. За праздничным богослужением вместе молились ректор киевских духовных школ, епископ Белогородский Сильвестр, священнослужители из прихода в Украину и Грузии, верующие из разных киевских храмов. Всем хотелось получить частичку тепла этого дружного прихода. Не обошлось без подарков. Не столько принимали, как сами дарили. Накануне своего десятилетия приход провел акцию «Маты життя», цель которой помочь спасти жизнь недоношенным детям. Акция завершена. Сегодня официально заявляем, что средства, которые собирали на помощь в покупке для национальной детской специализированной больницы «Ахмадед», отделение интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей, собраны. И до 10 ноября поставщики медоборудования обещали нам, что эти компьютеризированные элементы для диагностики и спасения детских жизней будут установлены должным образом в упомянутом отделении. Кроме этого, аппаратура будет взаимозаменяема с отделением неврологии национальной больницы «Ахмадед». Храм небольшой, но он имеет такое большое отличие. В нем молодой настоятель и молодая паства, которая очень энергично относится к своему призванию христиан. И у них масштабная социальная деятельность. Этот храм – это не просто дом молитвы, а еще и дом милосердия и дом помощи. Чувствуется сплоченность прихожан, они относятся друг к другу, как настоящие братья и сестры. Как настоятелю удалось создать атмосферу семьи в церковной общине? Я работаю здесь недалеко, чисто случайно проходила мимо, увидела этот храм, но зашла. И вот после того момента, как зашла, не ухожу, бывает занятым, или детки болеют, не приходишь, батюшка всегда помнит. И позвонит, всегда поздравит с днем рождения нас, меня, мужа, деток. То есть, как бы с таким вниманием, любовью и теплом. Когда друг друга знаешь, хочешь другому, ближнему, стараешься помочь. Для нас по-настоящему родным стало отделение глубоко недоношенных детей. Другое направление, которое мы начинаем развивать сейчас на приходе, это служение детям с расстройствами аутистического спектра и их родителям. У многих людей, кто хоть раз здесь побывал, остается ощущение, которое еще долго греет душу, и не исчезает желание прийти сюда снова, чтобы поблагодарить. У отца Александра своя собственная история. У нас с этим храмом связана история в нашей семье. И рождение третьего ребенка Соломейки связано с молитвой именно в этих святых стенах. Матушка молилась, пока мы с отцом-настоятелем просто разговаривали, общались. Друзья мы с ним, мы давно дружим. И именно с молитвой к преподобному Стелиану и Иерусалимской иконе Богородицы мы связываем еще одно чудо в нашей жизни – рождение маленькой Соломии. Родным для прихода является преподобный Стелиан Пафлагонский. Этот монах-аскет жил на территории современной Турции в VI веке и помогал родителям вымаливать рождение малышей. И сейчас в Киеве он продолжает молиться Богу вместе с родителями за детей. Каждый четверг в храме Иерусалимской иконы Божьей Матери совершаются молебны перед иконой преподобного Стелиана. Уже зафиксировано 63 случая чудесного дарования детей родителям, много лет мечтавших о них. Динамика жизни любого православного прихода, не только нашей маленькой юбилярши, празднущей сегодня десятилетия, но и любой общины, которая себя ассоциирует с единством, с настоящей канонической Церковью Христовой, заключается именно в деятельной жизни. Когда мы имеем, как на греческом говорили, кенонию, общение, и это общение дает вдохновение не только для молитвы, но и для милосердия. Эта икона Богородицы прославилась многими чудесами. Ее особенно почитают на Афоне, а в церковном календаре этот образ вспоминают трижды в год. Речь идет об Иверской иконе Божьей Матери. Об образе о святынях Украины, построенных в его честь, смотрите далее. Первые упоминания об Иверской иконе Божьей Матери встречаем в IX веке. Одна благочестивая христианка спасла от иконоборца в образ Богородицы, который был в ее доме. Женщина опустила икону в море с молитвенным прошением Пречистой Деви, чтобы та позаботилась о святыне. По преданию, разъяренные солдаты за этот поступок убили благочестивую христианку. А ее сын ушел на Святую Гору и принял там монашеский постриг. Святой образ по воле Божьей оказался у берегов Афона. Его с почитанием встретили монахи Иверского монастыря. По всему миру почитают этот святой образ и во многих местах возвели храмы в его честь. В одном из спальных районов Киева, среди многоэтажек, вырастает храмовый комплекс. Когда-то на этом месте в XVIII веке построили церковь, а в далеком 1935 году ее разрушили. За 80 лет церковь решили воспроизвести. Настоятель храма рассказывал, что деньги на восстановление начали поступать именно тогда, когда во временной церкви впервые появился образ Иверской иконы Божьей Матери Свинничиной. 26 октября 2016 года, в день престольного праздника Иверской иконы Богородицы, здесь совершили первую божественную литургию. Днепровский собор в честь Иверского образа Пресвятой Богородицы известен своим уникальным внутренним убранством. Он стал первым храмовым сооружением, имеющим ониксовый иконостас. Иверская икона Богородицы именуется еще Вратарницей, ведь по велению Девы Марии находится над воротами Иверского монастыря Афона. Храм в честь этого образа построили на окраине города, а символизирует он духовные ворота Днепра. Своей заступницей и молитвенницей перед Господом почитают Божью Матерь насильники Одесского Иверского мужского монастыря. История обители начинается с 1998 года. Особой святыней монастыря является список Иверской иконы Божьей Матери. Его написали монахи на Афоне, а перед отправкой в Украину приложили к оригиналу в Иверской обители Святой Горы. Паломники со всей Украины приезжают в Одессу, чтобы поклониться святому образу. Иверскую икону Божьей Матери называют Вратарница. Ко дню чествования этого образа в Одессе в Иверском мужском монастыре вот уже девятый раз проводят фестиваль «Благая Вратарница». Как славили Богородицу, смотрите далее. Фестиваль детского творчества собирает в Иверской обители юные таланты со всей Одессы и области. В этом году на праздник приехали воспитанники 32 воскресных школ. Цель мероприятия – развитие детского творчества, распространение православной культуры, воспитание православных ценностей. Пока идет подготовка к концерту, гости фестиваля могут оценить успехи юных одесситов в изобразительном искусстве. Тематика рисунков – чествование Пресвятой Богородицы в Православной Церкви. И пусть не все из авторов рисунков потом станут художниками, но умение замечать прекрасное и передавать его в своих произведениях, несомненно, благотворно влияет на развитие личности юных талантов. К музыкальному фестивалю участники готовились основательно. Для некоторых хоровых коллективов выступление на таком мероприятии стало дебютным, а кто-то уже не первый раз выступает на этой сцене. Мы в этом году первый раз приехали, так как школа у нас молодая. Мы только год работаем, второй год. И мы решили поучаствовать в фестивале воскресных школ. Мы приготовили песню, посвященную Божьей Матери, так как тематика фестиваля все-таки букет для Божьей Матери. И у нас еще изюминкой будут выступать мамы наших детей, тоже с песней, посвященной Богородице. Мы с радостью каждый год приезжаем на праздник, помолиться, посмотреть другие воскресные школы, чему-то поучиться, перенять какой-то новый опыт. Готовились мы, как обычно, что-то есть из наработок с прошлых годов, что-то есть новенькое. Ну и так детки, каждый вносит свою лепту, свою любовь, значит, учат стихи и изучаем тоже новые песенки, славословия. Участники порадовали репертуаром и исполнением. Различные музыкальные стили, композиции и номера. ПЕСНЯ Фестиваль стал отличным поводом провести выходной день с родными. Прекрасный день солнечный, хорошее настроение, все замечательно. Мне очень понравилось, море радости, дети прекрасно выступали, очень впечатлило спектакли и прекрасное выступление, очень тронуто. По улыбкам и аплодисментам зрителей было видно, что самая важная цель праздника – подарить радость ближнему – достигнута. Было очень красиво, были очень хорошо подготовленные коллективы, очень трогательно, очень… нет слов, конечно, очень все было хорошо. Как румынская церковь заботится о сохранении села и насколько языково переведена Библия? Об этом не только вы узнаете в международных новостях. В Кракове в ближайшее время появится новый православный храм. Местная община получила от городских властей земельный участок для его строительства. Храм, который существует, уже не в состоянии вместить всех верующих, желающих помолиться на богослужение. Новую церковь построят в юго-восточной части города, на берегу реки Висла. В Бухаресте состоялось расширенное заседание Священного Синода Румынской Православной Церкви. Главной темой собрания стала проблема сохранения румынского села. В выступлении патриарх Даниил отметил, что эта тема всегда была для Румынии актуальной. Предстоятель также поблагодарил представителей сельской интеллигенции, учителей, врачей и священников, благодаря которым крестьяне могут чувствовать себя полноценными гражданами румынского общества. В Белграде в помещении сербской патриархии патриарх сербский Ириней принял Ника Вуйчича, который приехал в Сербу, чтобы прочитать несколько лекций. С патриархом гость обсудил возможность выступления перед духовенством и студентами духовных школ. Ватиканские исследователи подсчитали, что сегодня Библия полностью переведена на 700 языков мира, а частично почти на 3000. В последнее время ежегодно публикуют около 100 переводов текста Священного Писания на языках, на которые Библия никогда раньше не переводилась. В прошлом году вышло в свет издание на диалектах и языках жителей Уганды, Кении, Ботсваны, Индонезии и Индии. Например, в 2018 году Мировые библейские общества сделали переводы на 66 языков, на которых говорят почти 440 миллионов человек. На начало ноября приходится Родительская поминальная суббота. Она называется Димитриевская и отмечает ее в ближайшую субботу ко Дню памяти Великомученика Димитрия Солунского. Это последняя поминальная суббота в этом году. Какие еще есть дни поминовения в церковном календаре, далее в нашем сюжете. Память об усопших, родственниках, друзьях и близких – важная часть христианской веры. Поминальные молитвы есть в древних литургиях и Анна Златоуста, и Василия Великого. Православные молятся за своих родных в ежедневных частных молитвах. Но в церковном календаре есть дни, когда мы совместно молимся за усопших. Например, поминальные молитвы мы возносим 23 ноября, когда вспоминаем жертвы голодоморов, или 9 мая за усопших воинов. Но есть и особые поминальные дни Родительские субботы. Лейтмотив всех заупокойных молитв – прощение грехов. Мы обращаемся к Господу и просим милости покойным. Три Родительские субботы приходятся на дни Великого Поста, на вторую, третью и четвертую недели. Среди поминальных дней особенно выделяют два. В Селевске Родительские субботы первое мясо пустное за неделю до начала Великого Поста, вторая Троицкая накануне праздника Пятидесятницы. В эти дни верующие поминают не только умерших кровных родственников, а всех родственников во Христе, всех христиан, особенно тех, кого помянуть некому. Поминальные молитвы – это молитва любви и единства. А Родительские субботы – еще одна ниточка, связывающая целые поколения. Дети чтят память своих предков и еще раз подтверждают веру в жизнь вечную, ведь у Бога все живы. 1 ноября – день рождения преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Почтить ее решила объединенная группа паломников из Украины и Белоруссии. Они отправились на Богомолье туда, где покоятся мощи святой в Иерусалим. Смотрим подробности. Над Иерусалимом только восходит солнце, а колокола монастыря Марии и Магдалины уже зовут на богослужение. Сейчас без этих золотых куполов представить склоны Елеонской горы невозможно. Под сводами храма в тот день молились паломники из Украины и Белоруссии. Возглавил божественную литургию архиепископ берлинский германский Марк. Для паломников из Белоруссии богослужению мощей этой святой было исполнено особых чувств. Ведь все они прихожане Елизаветинского монастыря Минска. Мы приехали сюда с мужем, у него был юбилей, и мы решили сделать друг другу подарок. Подарили поездку на святую землю, потому что это, наверное, такой очень важный рубикон, важный такой шаг, который поможет нам какую-то перезагрузку определенную совершить в своей жизни. Ну а в этот монастырь с особым критом ехала, потому что преподобная мученица Великой Евгении Елисавета как-то так тоже неожиданно вошла в мою жизнь. Это моя такая хорошая приятельница, позвала в святой Елизаветинский монастырь немножко помочь, потрудиться. И вот так я приобрела нового друга, преподобную мученицу Великой Евгению Елисавету. В далеком 1887 году Елизавета Федоровна приехала на священитые обители. Святая земля поразила ее настолько, что она невольно выразила мечту быть похороненной в Гефсимании. За многие годы ее мечта осуществилась, словно пророчество. В бурную революционную пору сначала от рук террористов погиб ее муж, великий князь Сергей Александрович. А затем Елизавету Федоровну убили в Алопаевске вместе с другими членами семьи Романовых. Ее нетленное тело доставили на святую землю и похоронили под сводами церкви. Ее любили и любят все. То, как она любила своего мужа, как достойно она несла эту великую трату, ничем невосполнимую. Это не может не заслуживать почитания. Но прославили первыми ее прихожане и клир русской церкви за рубежом. Прославление состоялось в 1981 году, а уже через 10 лет ее официально присоединила к Сому Святых еще и Русская Православная Церковь. Честование великой княгини стало мостиком, который позволил восстановить единство православных на Руси и за рубежом. В ее честь возведено 6 монастырей и почти 30 храмов по всему миру. Но сама она нашла упокоение в Гефсимании. Здесь Христос молился о том, чтобы избежать страданий, но затем принял волю Небесного Отца. Так и преподобная Елизавета Федоровна смиренно приняла свою непростую судьбу. И напоследок несколько слов о праздниках следующей седмицы. В понедельник, 4 ноября, день памяти семи отроков и же в Ефесе. Во вторник, 5 ноября, праздник в честь апостола Иакова, брата Господня. На следующий день церковь вспоминает мученицу Викторию Некомедийскую. В четверг, 7 ноября, чтим святую первого века, праведную Тавифу. В пятницу, 8 ноября, день памяти преподобного Дмитрия Солунского. На субботу приходится праздник в честь преподобного Нестора Летописца, небесного покровителя киевских духовных школ. А в воскресенье, 10 ноября, вспоминаем преподобного Иова, игумена Почаевского. На этом мы и завершаем наш сегодняшний выпуск. Всего хорошего. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»